Большое спасибо за этот ответ и на более-менокой ноте. По поводу Роберта Крафта и его приезда в Санкт-Петербург, и этой истории с кольцом, которое было вручено как бы Роберту Крафту, как тренеру команды, выигравшему суперкубок. Что вы можете сказать по этому поводу? Вы знаете, я не помню ни господина Крафта, ни кольца. Но если это такая… Я помню, что что-то там какие-то вручали, какие-то сувениры. Если это такая большая ценность для господина Крафта и для соответствующей команды, у меня есть предложение. Я попрошу наши предприятия изготовить какое-нибудь действительно хорошее, чтобы было видно, что это какая-то дорогая вещь, и с металлом хорошим, и с камнем. И чтобы это изделие из поколения в поколение передавалось в команде, интерес, о которой представляет господин Крафт. Я думаю, что это будет самым умным, самым партнёрским решением этой такой сложной международной проблемы. Вы сказали, что все мы взрослые люди, поэтому давайте говорить как взрослые. Президент Обама, как вы знаете, обвинил вас в неискренности, в том, что вы поддерживаете… Он что, судья, что ли, чтобы обвинять кого-то? Он же не судья. Пускай идёт тогда в судебную систему, и там работает. Я думаю, что вы не точно всё-таки сформулируете. Не думаю, что Барак меня в чём-то обвиняет. У него есть своя точка зрения на какие-то процессы. У меня есть своя точка зрения. Чувствуется, что человек с Кавказа, горячий. Придётся микрофон ему дать всё-таки. Дайте, пожалуйста, микрофон. А то зарежет ещё, слышу. Я говорю, что последнее предложение Кары мы поддерживаем, мы ставим ему пятёрку. И надо учитывать мнение большинства из зала тоже. Это наше обходотайство. Какое предложение? Предложение о том, что наш главнокомандующий заслуживает звания Героя России. Ах ты, Господи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас. Действительно, не все журавли полетели сразу. Не полетели только слабые журавли. И то с первой попытки. Со второй все полетели. Правда должен сказать и признать по-честному, что то, что не все журавли сразу полетели, в этом есть и вина лидера, пилота, потому что он слишком быстро набирал скорость и высоту. И они просто не успевали. Но и это тоже не вся, правда, не вся ситуация. Просто в определённые моменты, имея в виду плохую погоду и сильный боковой ветер, пилот вынужден набирать высоту и скорость быстро. Иначе система может перевернуться. Что ещё добавить? Да, есть, конечно, птички, которые в стае вообще не летают. Они предпочитают видеть гнёза где-то отдельно. Но что делать? Это уже другая проблема. Даже если они не члены стаи, всё равно они члены нашей популяции, и к ним нужно относиться бережно, по возможности. Уже приводил такую старую, нашу, с бородой, и несколько грубоватую шутку. Не могу не воспроизвести её ещё раз. Вот есть у нас такой анекдот. Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк и морщится, говорит, клопами пахнет. А пессимист ловит клопан, а оптимист ловит клопан на стене, дарит его, нюхает и говорит, коньячку он попахивает. Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьёт коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов. Хотя, конечно, вроде бы оптимистом живётся веселее. Но всё-таки общая наша задача, не злоупотребление алкоголем, жить на каком-то приличном уровне. Я приводил, знаете, на Валдайском клубе, так называемом, пример, и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ медведя, который охраняет свою тайгу. Вы знаете, в чём дело? Если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойненько, не гореть поросят и под свинок по этой тайге, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепи. А как только удастся посадить на цепи, вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдёт, но и Мишка не нужен, так тайгу будут сразу прибирать. Ведь мы же от почти официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России с её богатствами неизмерёнными. Как несправедливо. А отцапать, отхапать у Мексики Техас – это справедливо. А то, что мы на своей собственной земле хозяйствуем – это несправедливо, нужно раздать. А потом, после этого, как только вырвут когти и зубы, тогда Мишка вообще не нужен. Его чучело из него сделают, и всё. Пенсионеры у нас очень активно. Вот следующее сообщение, вопрос. Скажите, есть ли в планах присоединения Аляски к России? Были бы очень рады. Спасибо, пенсионерка Фаина Ивановна. Как? Фаина Ивановна. Модная шутка, Владимир Владимирович, знаете, как сейчас Аляску «Айс Крым» называют? Да, в курсе. Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? Второе звучит так. Оформил в лизинг машину для личного пользования в Приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушёл с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Не хочет, не хочет, не хочет, господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Это их дело. Россия играет важную стратегическую роль. И несмотря на неудачи в определённых вопросах, которые нам следует решать, и тут при этом ясно, что российский президент не всегда выражается тихо, но иногда и несколько громко, но тем не менее это не мешает нам дальше кооперировать. Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали. Но если слишком громко, я прошу меня извинить. Большое спасибо. Я хочу передать вам слово, господин президент. Госпожа федеральная канцлера сказала, что она пока не знает, кто несёт ответственность за рекапитализацию проблемных банков. И в то же время сказал, что я иногда очень громко выражаю свою точку зрения. Я сейчас скажу шёпотом. Надеюсь, что не за счёт клиентов. А если 41 рублей до кризиса, так как будет выразить кризис? Я вам потом скажу. У нас есть поговорочка такая грубоватая про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки, мужчина, она была бы дедушка, а не бабушка. Поэтому, что там говорить? Владимир Владимирович, добрый день. Маматов Владимир, газета «Репортер». Это город Киров. Но она живятка. Но вы же не из Турции. Да, ну что делать? Так получилось. Спасибо за апллодисменты. На фоне глобальных макроэкономических вопросов и тёти, и всего остального, абсолютно глубокопеечный вопрос. У нас, вот по сельскому хозяйству задавали момент по поводу токаря, мне на самом деле понравилось. Он тоже очень маленький, но жизненный. У нас ситуация в области такая же. У нас делают вятский квас. Квас? Вятский квас. Я чувствую, кваску-то махнули уже с утра. Владимир Владимирович, я хотел вас угостить, но охрана не дала ничего пронести. Они знаете, иногда, как говорят, мне приносит что-нибудь, ну так, подарим. Они говорят, Владимир Владимирович, сами будете есть и пить, или будем проверять? Дегустатора специального нету, хорошо. Вопрос такой, мы делаем этого кваса много, очень хорошо, делаем давно. Я вижу. Но беда в том, что его не ставят ни Ашан, ни основные торговые сети, и его не берут. Хотя по вкусовым качествам и по цене мы легко бьем Кока-Ко, Пепси-Ко, все, что они делают. Что нам делать с квятским квасом и с торговыми сетями? Можем ли мы как-то в них войти или нет? Вот вы знаете, вот шутки шутками. Вот одна из них спрашивает, когда страна увидит первую леди. Вы знаете, что мне сначала свою бывшую жену Людмила Александровна замуж надо выдать, а потом же я о себе подумаю. Я за амнистию. Во-первых, нельзя постоянно честить с этими амнистиями. Иначе у нас в местах лишения свободы скоро никого не окажется. Но дело не в этом. Может быть и хорошо, если там никого не будет, дай Бог. Но дело в том, что мы думая, а мы, конечно, должны постоянно думать, и я согласен с вами. Я давно уже не был в местах лишения свободы, но бывал там, и не знаю, что это такое. Понимаете? И мы точно, совершенно должны внимательно следить за тем, что там происходит. Я сейчас прямо здесь, но я просто не верю, это как бы во сне. Я вас ущипну потом. Так, я вас обещал ущипнуть. Подслушивать нехорошо. Я усвоил это ещё со временем, я работаю в КГБ, завязался этим делом. Что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил. Мы не имеем к этой проблеме прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. Я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать, я же тоже в спецслужбах когда-то работал, зачем они напугали весь мир? Если они уже самолёты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чём проблема? Если бы они не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане, парился в тюрьме. А они всех напугали. Он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдаёт борцов за права человека. В прошлом году мы вместе с нашими союзниками проделали тяжёлую работу по введению санкций. Сегодня Америка сильна, а Россия находится в изоляции, а её экономика разрушена. Просто сырк. Да и только.